Здравствуйте! Уже не за горами сезон посадки картофеля, и нужно проводить мероприятие для подготовки картофеля к посадке. Это не предпосевная обработка. Эти мероприятия, в зависимости от того, какой мы выберем, займут у нас от 30 до 3 дней, как раз от начала апреля, и самое время начинать проводить мероприятие. Будет ли расти картофель, если его просто достать из хранилища и посадить в землю? Будет. Но взойдет он позже, возможно, и урожай будет меньше. Так что же нам нужно сделать с картофелем? Семенной материал у многих хранится в хорошем холодном погребе, и когда мы достанем семенной материал на поверхность, он будет холодным. Так вот, нам нужно, во-первых, прогреть семенной материал, а во-вторых, мы сейчас закладываем картошку на проращивание. Лучше сажать картофель, если у него есть уже вот такие вот ростки, но не больше. Но перед тем, как заложить картофель на проращивание, осматриваем семенной материал, чтобы не было никаких вмятин, никаких пятен. Потому что вот здесь вот с этой стороны можно посмотреть, картофель довольно-таки нормальный, вот уже расти начал. А вот здесь вот такие вот провалы и пятна. Вот это вот инфекция, которую мы занесем своими руками в землю, и потом она может расплодиться до такой степени, что придется участок бросить. Проращивать картофель можно двумя способами. Во-первых, это сухое проращивание и влажное проращивание. При сухом проращивании достаем картофель из хранилища, раскладываем в один, максимум два слоя в светлом помещении. И сначала держим картофель при температуре 18-20 градусов две недели. Вторые две недели держим картофель при температуре 10-12 градусов. Нам нужно, чтобы у картофеля появились толстые, но короткие ростки. Если вот сразу доставать картофель из хранилища и холодным бросать в борозду, то картофель должен там будет сначала прогреться. В холодном погребе все процессы в картофеле заторможены. И вот этим вот проращиванием, предварительной подготовкой, мы нагреваем картофель и начинаются активизироваться все ростовые процессы. А метод сухого проращивания в светлом помещении имеет плюс. Есть еще такой метод подготовки к посадке картофеля – это зеленение. На свету в картофеле начинает вырабатываться солонин. И он-то и придает зеленый цвет картофелю. Вот прозеленевший столовый картофель – это очень плохо, потому что солонин – вещество ядовитое. Конечно, насмерть мы не отравимся, но кишечнику создадим большие проблемы, а он потом создаст нам проблемы. А вот прозеленевший семенной картофель очень хорош для посадки. Во-первых, когда вырабатывается солонин, у картофеля улучшает специфический иммунитет, и он меньше болеет, он меньше реагирует на стресс, и он меньше реагирует на перепад погодных условий. И замечено, что все грызуны обходят стороной прозеленевшей клубни. Они их не едят. Наверное, тоже что-то знают о вредных свойствах солонины. Влажное проращивание. Влажное проращивание немного более короче. Если мы сухое проращивание проводим в течение 30 дней, то для влажного проращивания нам понадобится дней 20. Мы берем картофель, складываем его в какую-то тару и пересыпаем послойно влажными опилками, либо влажным торфом. В этих условиях у нас начинают также отрастать корешочки, просыпаются глазки, и они начинают отрастать. Температура проращивания где-то 15-18 градусов. И плюсом этого метода является то, что у нас не только глазки отрастают, но и начинают отрастать корешки. И картофель уже начинает выпускать корневую систему и прорастет еще быстрее, чем тот, у кого корешочков нет. Но если вы слишком рано заложите на проращивание влажным методом картофель, либо посадки будут оттягиваться, то корневая система между клубней может сильно переплестись. И когда мы будем сажать, придется ее раздирать, и корневой системе нанесется вред, это негативно скажется на посадках картофеля. Учитывая все плюсы первого и второго способа, можно проращивать картофель комбинированным методом. Можно 2-3 недели держать картофель на свету, тогда он у нас будет и зеленеть, и у него появятся ростки. А потом одну неделю мы этот картофель пересыпаем влажным торфом или опилками, и появляется корневая система. В таком виде идеально сажать картофель в грядку, он будет и быстро расти, а осень у нас бывает непредсказуема, и клубни хорошо сформируются намного раньше. И еще есть такой, как так называемый, экспресс-метод, он составляет 3-4 дня. Не всегда дает надежный результат, но все же это лучше, чем сажать холодный картофель. Этот метод заключается в том, что мы достаем картофель и помещаем его в тепло, но не сразу в тепло, а температуру увеличиваем постепенно. 1-2 дня температура 10-15 градусов, когда растение к этой температуре привыкает, мы на 1-2 дня помещаем температуру 20-25 градусов. Тогда прогретые клубни картофеля запускают ростовые процессы, и уже картофель будет более готов к посадке. Пользуетесь ли вы каким-нибудь методом, есть ли у вас результаты, делитесь с нами положительным и отрицательным опытом в комментариях. Ну, а у меня на сегодня все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА